Русско-Турецкая война На основе бывшего запорожского казачьего войска Было расформировано Черноморское казачье войско Которое отличилось в нескольких битвах этой войны В частности, при взятии крепости Измаил Земли, отведенные для Черноморского казачьего войска На реке Буджак, были очень неудобны и неплодородны И в марте 1792 года представители Черноморского казачьего войска Попросили императрицу Екатерину II О возможности дарования им Тамани и пробежья Кубани Каков главный итог той исторической, назовем так, операции? Во-первых, то, что Кубань традиционно стала казачьим краем Дело в том, что казачья модель колонизации Которую Екатерина II и Потемкин Начали дизоровать на Кубани при участии Черноморского казачьего войска Она для этой территории, для этого времени оказала очень действенной Через два года восточнее начинается формирование Кавказского линейного казачьего войска Который начинает осваивать территорию Верховья в Кубани До Центрального Кавказа В 1861 году оба этих казачьих войска Черноморское и Кавказское линейное Были объединены и дали основу современного кубанского казачьего войска Ну и в процессе Кавказской войны Когда возникла необходимость осваивать территорию за Кубань При Черноморье, в частности района Анапы Обратно же здесь шла казачья колонизация Помимо этого сегодня исполняется 80 лет С момента образования Краснодарского края Как это произошло Насколько я понимаю там был единый субъект И его разделили просто пополам Здесь тоже все не так просто Дело в том, что эта территория, которую мы сегодня называем Краснодарским краем В конце 19 века административно состоялась из двух частей Кубанской области, населенной преимущественно казаками И Черноморской губернии С полтовыми городами, в частности с Новороссийском И интересно то, что Анапа сам город входила в состав Черноморской губернии А ближайшие станицы входили в состав Кубанской области Подрежье от Анапы до Сочи Это была Черноморская губерния А вот вся остальная часть Плюс часть территории современного Ставрополя Это была Кубанская область Ну, гражданская война Все это разрушила И по итогам гражданской войны Сначала была образована Кубано-Черноморская республика А затем более глобальное объединение Азово-Черноморский край Включавший территорию современной Ростовской области И Краснодарского края С административным центром В Ростове-на-Дону В условиях 20-х годов Начало 30-х годов Такое укропнение было оправдано Единый центр Который охватывает Большую территорию С, в общем-то, таким близким По историческому пошлу По культуре населением И там казаки И здесь казаки Однако, понятно, что Такая административная глобализация Она была очень неудобна Ну, скажем, если мы обратимся К архивным документам Начало 30-х годов Известно, например, что для решения вопроса О создании в Анапе музея Начало 30-х годов Георгий Федосевич Чайковский Вынужден был ездить в Ростов-на-Дону Но учтите коммуникации того времени Железной дороги, ведущей в Анапе нет Ближайшая станция Это тоннельная Пассажирского атотранспорта нет Это грушевой транспорт Подводы, экипажи То есть поездка Для решения код административного вопроса Она занимала, наверное, несколько дней Но вот в 1937 году 13 сентября Исправительный комитет Советского Союза Принял решение о разделении Этой территории Этого административного Подразделения на два На Ростовскую область и Краснодарский край И вот с этой даты 13 сентября 1937 года Краснодарский край Идет в счет своей истории Как административной единицы Ну и что показала история Правильным ли в итоге было это решение? Ну, конечно, правильно Дело в том, что Краснодар на протяжении Многих десятилетий Был административным центром Ну, этого региона Да, Кубанской области Первую очередь Ну и как-то Статус этот у нас сохранял Даже, наверное, будучи Какой-то административной единицей В составе озорченного Москва края То есть он вернул себе свою И можно даже сказать Столичную такую вот Функцию И остается центром До сегодняшнего дня Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин